Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет видео про полный засвет натяжного потолка. Как вы видите, я разбил свой стенд на 4 равные части. И в каждой части будут использоваться разные компоненты для получения равномерного засвета. Вот получится это или нет, мы естественно увидим с вами это в конце. А теперь давайте покажу, какие компоненты я буду использовать. Вот в этих двух частях я буду использовать линзы. Линзы. Внешне они одинаковые, но одна из них 0,5 ватта, вторая на 1 ватт. Производитель у них одинаковый, производит их компания MaxiLED. И просто были вопросы, что человек купил линзы 0,5 и почему-то у него равномерный засвет не получился. Вот мы это с вами и проверим. Я постараюсь сделать минимальное расстояние, чтобы большое расстояние от потолка не съедалось. Расстояние от линзы до светопрозрачного полотна я хочу сделать 6 см. В третьей части стенда я буду использовать светодиодную ленту. Мощность я ее взял наименьшую, так как количество ленты будет достаточно большое для получения равномерного засвета. И вот посмотрим заодно, насколько верны будут расчеты. В четвертой части у нас будет использоваться вот такие вот сдвоенные линзы. Они на 24 вольта. И так как здесь по два светодиода, именно в количестве вот этих модулей их используется меньше. А света получится по идее больше. Сейчас я буду делать ситуацию, которая более приближена к реальности. То есть нужно будет натянуть сначала в верхний потолок, Затем уже делать либо светодиодную, либо модульную подсветку. А затем будем натягивать светопрозрачку. До этого я модули прикручивал на крашеную фанеру. Ну, крашеной фанеры у большинства не будет. И смотрите, то есть я прикрутил для минимального отступа потолочный профиль. То есть если вы хотите, чтобы у вас меньше всего отнялось от высоты потолка, И у вас потолок сделан по уровню, тогда вы можете использовать потолочный профиль. Он занимает 2 сантиметра. То есть я здесь прикрутил потолочный профиль по периметру. Это для первого полотна. Так как мы не сможем прикрутить линзы, либо светодиодную ленту к самому натяжному потолку, Нам, естественно, нужны будут какие-то направляющие. Я буду использовать просто обычный стеновой алюминиевый профиль. Алюминиевый, для того, чтобы тепло лучше отводилось. Но его мы, опять же, не сможем прикрутить к натяжному потолку. Нужно использовать закладные. Так как профиль 2 сантиметра, я взял брус 2 сантиметра. Просто его прикручу по краям. У вас, если площадь больше, то вы делаете с каким-нибудь шагом. К примеру, полметра. Ну, все зависит от направляющих. В качестве направляющих я буду использовать вот такой вот простой, самый недорогой стеновой алюминиевый багет. То есть, сейчас я натягиваю все верхние потолки, которые будут защищать наш светопрозрачный потолок от попадания туда различного мусора. Чтобы с вашего основного потолка ничего туда не упало. То есть, то, что будет падать, оно будет задерживаться верхним защитным полотном. Плюс, оно будет белое. И у нас получится больше света. То есть, вот мы натянем полотно. И затем на одинаковом расстоянии, нужном нам, установим вот эти направляющие. Ну, соответственно, они будут либо с модулями, либо со светодиодной лентой. Приступаю к установке закладных, которым будут приклеены в данном случае линзы. Итак, вот он мой куб. И здесь главное сделать правильно разметку. Потому что линз у меня здесь неравное количество. У меня немножко разные стороны. И получается по одной стороне 8 линз, а в длину будет 9. То есть, вот на направляющей будет располагаться 9 линз. Соответственно, вот это расстояние нам нужно поделить на одинаковое расстояние, чтобы линзы находились между собой четко на равном расстоянии. Вот на таком расстоянии я буду устанавливать. То есть, видите, 6 сантиметров четко по центру линзы. Линзы можно клеить либо потом на профиль, либо вы можете на все профиля линзы расположить где-то внизу, чтобы не стоять руками кверху. Но нужно сначала хотя бы одну направляющую прикрутить, для того, чтобы понять на каком расстоянии располагать линзы. То есть, направляющая будет вот этого края. Также замерим 6 сантиметров, с того края 6 сантиметров. И затем поделить нужно на необходимое количество частей. Еще один важный момент, когда мы будем прикручивать направляющую к нашей закладной, отверстие необходимо заармировать на натяжном потолке, потому что между полотнами будет тепло, так как светодиоды выделяют тепло, и они находятся в достаточно замкнутом пространстве. Я использую вот такой вот скотч 3М, тонкий двухсторонний, то есть где будет проходить саморез. Вот я кусочек наклеил. Когда буду устанавливать направляющие, я защитную бумагу уберу и прокручу. Там уже полотно никаким образом не разойдется. Я поставил отметки. Это центр линзы. Для чего я их сделал еще и с этой стороны, потому что поверхность, на которую будем устанавливать, нужно обязательно обезжирить. И при этом маркер у вас может стереться. Для того, чтобы было видно, куда их приклеивать, я и сделал с боковой стороны отметки. Линзы идут вот такой вот связкой. Здесь 30 штук. Достаточно питания подать по концам. То есть вот эта связка у меня будет установлена на несколько направляющих. Здесь 30 штук. На направляющие у меня будет 9 штук. То есть будет 3 полных. И затем будет 3 линзы. И где-то будет соединение, куда нужно будет дополнительно подать питание. Убираем защитную пленку с двухстороннего скотча. И приклеиваем линзу. Но тут смотрите. На линзе еще есть отверстие, в которое вы можете дополнительно закрепить небольшим саморезом. И вот на направляющую, когда мы клеим, мы можем либо вот так приклеить, либо другой стороной. Тут смотрите. Если вы еще будете дополнительно крепить саморезом, то чтобы саморез у вас попадал в направляющую. То есть можно вот так, можно вот так приклеивать. Центруем. И приклеиваем. Теперь необходимо прикрутить следующую направляющую, сделать разметку. И дальше устанавливать линзы. Два испытательных квадрата у меня готовы почти. Установлены направляющие, приклеены. Линзы. Между линзами получается примерно 10 с небольшим. 10 и 3. И вот так. Здесь поменьше. Получается по 9 с половиной. Между линзами. До стены получается 6. Сейчас вот делаю двойные линзы. Но тут я от схемы отошел. В длину их должно быть 9 штука. У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почему я не стал делать девятую? Потому что линзы двойные. И у меня получалось от стены, смотрите, 35. Если мы крайние линзы берем, у меня получается примерно по 80 миллиметров. То есть по сути расстояние между линзами здесь ближе, чем тут. И я решил сократить количество линз. Ну посмотрим, что из этого получится. Кстати, ребята, вот эти линзы удобно крепить. Потому что видите, отверстие для самореза посредине. И не забываем их потом прокрутить. На скотч надейся, а сам не плашай. Пайка ленты это достаточно трудоемкий процесс. И как вы видите, я сделал питание змейкой. То есть вот здесь у меня подается питание. Оно ушло по этой ленте. Потом там ленты спаиваются. Ушло питание сюда. Затем сюда. То есть для моей длины ленты я могу так сделать. Здесь примерно 11 метров. И так как лента 24 вольта, я подам питание с этой стороны. И с этой стороны лента будет светиться равномерно. Но, ребята, если вы будете делать, то делайте не змейкой, а делайте перемычку с каждой ленты на каждую ленту. Это вас обезопасит. Если вдруг где-то вы плохо припаяли, то есть отпаялась у вас, то у вас не потухнет лента, а будет подаваться с другого конца. То есть везде нужно делать перемычки. Вот здесь подали питание. Отсюда перемычка, чтобы питание перешло сюда. Перемычка, 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 перемычка. То есть тогда у вас лента будет гореть все равномерно. И вы себя обезопасите. Плюс, как вы, наверное, могли заметить, видите, здесь три дорожки на этой ленте. Это лента, кстати, компании MaxiLED. Зачем здесь три дорожки? Как вы видите, здесь 5 ватт и 10 ватт. Я подал питание на 5-ваттную дорожку. Но для демонстрации, для чего это я, я вот эти два обрезка припаял еще третий провод. То есть смотрите, я сейчас подаю питание на 10-ваттную дорожку. И эти две ленты начинают выдавать 15 ватт с метра. То есть вы можете выбрать либо 5 ватт, либо 10 ватт, либо 15. Ну что ж, друзья, все готово. Профиль под транслюцид я установил. Напоминаю, что я делал сейчас расстояние от самого источника света до транслюцида 6 сантиметров. Не общая высота потолка. А от линзы, хоть, к примеру, от двойной линзы, она самая толстая, я отмерял 6 сантиметров. И это низ профиля. Точно так же от светодиодной ленты. Я замерил 6 сантиметров и установил профиль. Разница получилась между вот этим и вот этим потолком примерно в сантиметр. Потому что двойная линза, она самая толстая. А что получится у нас по итогу? Сейчас, точнее не сейчас, а увидим после натяжки. Будут сейчас натягивать 4 потолка. И посмотрим, насколько это будет равномерное свечение. Световые потолки натянуты. И как вы видите, смотрятся они немножко по-разному. То есть, зависит не только от температуры светового оборудования. Я имею в виду цветовой температуры. Но и от мощности. То есть, вот здесь 1 ваттные линзы. Вот здесь, естественно, 0,5. И смотрятся 0,5 в сравнении с остальными. Ну, как будто, я не знаю, очень темно смотрятся. Хотя, если отдельно взять вот этот потолок, то, естественно, он будет работать как люстра, как лампа. Но, когда есть более мощные источники, он смотрится весьма посредственно. Вот здесь двойные линзы. Мне, если честно, самому двойные линзы понравились больше всего. Их удобно крепить, потому что саморез находится посредине линзы. Их удобно запитывать, потому что они на 24 вольта, а вот эти вот на 12 вольт. Насчет полотна со светодиодной лентой. Не знаю, насколько вам видно через камеру, но мне видно полосатость данного потолка. То есть, нужно либо ленту ставить чаще, либо опустить потолок. Но, этот потолок у нас сейчас и место занимает меньше всего. Разница между вот этим потолком и вот этим потолком у нас сантиметр. То есть, по идее, я могу опустить сейчас профиль, попробую. И посмотрим, скорее всего, получится равномерное свечение. С модулями, со всеми, с двойными, с одинарными, хоть 0,5 ватта, хоть 1 ватт, получается равномерное свечение. Никаких пятен я не обнаружил. Повторюсь, от модуля до цветопрозрачного полотна 6 сантиметров. То есть, здесь 6 сантиметров, здесь 6 сантиметров, здесь 6 сантиметров. Но, вот здесь потолок ниже всего, потому что сам модуль толще, чем одинарный модуль. Здесь расстояние тоже 6 сантиметров, но, так как лента, она самая тонкая, то и расстояние здесь съелось, естественно, меньше. Поэтому, я предлагаю сейчас этот потолок опустить, а вот этот потолок приподнять. Я его хочу приподнять, чтобы получилось от верха линзы до светопрозрачки, получилось 6 сантиметров. То есть, если вы будете использовать, например, слот 60, получится ли у вас равномерное свечение. Потому что линза сантиметр занимает, и сейчас суммарно, даже если вы со слота будете делать, у вас получится 7 сантиметров, а надо бы как бы 6. Поэтому, сейчас я вот эти потолки подвигаю, и мы с вами посмотрим, получится ли сделать и здесь, и здесь равномерное свечение. Поменял ракурс на камере, вот так оно наиболее достоверно получается. Вот 0,5 ватта смотрится реально вот каким-то, как будто он каштановый, что ли, такой немножко, не знаю, прям вообще белым не смотрится. Хотя, оттенок, да, у всех примерно 4000 кельвинов. То есть, здесь, здесь, здесь лента больше, лента 5000 кельвинов. А с виду, вот сейчас вот вы все сравниваете, да, и абсолютно они все по-разному смотрятся, хотя полотно одно и то же. Вот здесь, везде 4000 кельвинов. И вот двойные модули, как я вам и говорил, они мне больше всего понравились. Они больше всего такие белые, больше всего яркие, и с ними мне больше понравилось работать. Для оценки равномерности свечения на камере я диафрагму уменьшал, для того, чтобы вам было видно, есть ли там пятна или нет. Сейчас я поставил диафрагму в обычное положение, то есть, вот уже меня видно. И вот так вот смотрятся, смотрятся эти потолки при обычных настройках камеры. А то вы скажете, что за цветовые потолки, когда они такие тусклые, ничего не светят. Нет, на самом деле вот, то есть, если я сохраняю обычное освещение, то они вот такие достаточно яркие. Даже вот этот 0,5, который казался таким коричневым, бежевым, каким-то кофейным. А на самом деле, то есть, вот таким образом он выглядит. Ну, в естественных условиях. Добавил 4 линии светодиодной ленты, теперь получается до потолка будет 6 сантиметров, а между линиями будет 4,8. По моей формуле, если 4,8 мы умножаем, то получается 6. Ну, немножко не хватает, но думаю, будет нормально. Также я переделал, где линзы. Здесь я просто поднял профиль, дабы получилось тоже 6 сантиметров. 6 сантиметров это от вот этого профиля. То есть, если вы будете делать слот 60, например, то вам профиль уже не нужен будет. Вы линзы будете прикручивать на основание. Точно так же и светодиодную ленту вы сразу же будете клеить на основание. Ну, то есть, на композит. Поэтому здесь 6 сантиметров и здесь 6 сантиметров. Эти потолки оставил без изменений. Сейчас транслюцит назад натяну и посмотрим, что у нас получится. Полотна натянуты. Вот высматриваю, высматриваю. У меня уже, наверное, глаз замылился. Давайте сделаем потемнее. Когда темно делаешь, лучше видно становятся всякие косяки. Вот тут непонятно, есть пятно или нет. Кажется, как будто полоса есть. С другого ракурса переходишь, нет полосы никакой. Здесь, напоминаю, линзы. А здесь светодиодная лента. На светодиодной ленте я увеличил шаг. Точнее, увеличил количество ленты. Шаг, соответственно, стал меньше. Лента вот такая. Фирмы MaxiLED. За другую ленту, ребят, сказать вообще не могу. Потому что парни говорят, что бывает даже через 3 сантиметра они ставят ленту. И при расстоянии 6, как вот сейчас у меня, нет равномерного засвета. А здесь у меня между лентой, между вот этой лентой, 48 миллиметров. То есть, если вы сделаете 40 или 45 миллиметров, то прям, я думаю, 100% будет равномерный. Но вот я высматриваю со всех сторон. Полосатости не вижу. На ленте точно. А вот на линзах я бы, скорее всего, один рядок добавил. На всякий случай. Потому что расстояние между линз сейчас больше. Чем коэффициент 2. То есть, если у нас идет сейчас 6. Это до потолка. А до линзы получается 5. То есть, между линзами, ну, должно быть меньше 10. Желательно там 8, к примеру, сделать. А сейчас у нас получается больше. То есть, один ряд линз еще бы добавить. И тогда тот же результат будет, можно сказать, гарантирован. Давайте подведем итоги наших экспериментов. Сколько же компонентов использовалось в том или ином варианте. Сколько эти компоненты будут потреблять электричество. Сколько они дают света. И сколько же они стоят. На примере каждого прямоугольника. Начну с самого маломощного образца. Это там, где использовались линзы 0,5 ватта. Как вы видите, если больше нет никакого источника света, то данный потолок и будет служить этим источником. То есть, если я уйду от него, там, естественно, будет темнее. Для чего нужны такие линзы 0,5? Если у вас, к примеру, большая площадь, и вы не хотите потреблять много электроэнергии на данный потолок, то используйте линзы 0,5 ватта. Также, если у вас будет маленькое расстояние от линзы до потолка, соответственно, вам самих линз нужно будет больше. И если вы будете использовать, к примеру, 1 ваттные линзы, то потребление у вас будет очень большое. То есть, для маленьких расстояний, там, где нужно большое количество линз, либо, если вам не нужна большая мощность, тогда используем линзы 0,5 ватта. Использовал 72 линзы. Мощность 43 ватта. Это уже с запасом 20%. Для простоты подбора блока питания. Выдают они 3600 люмен. И стоимость 2736 рублей. Следующий прямоугольник, это 1 ваттные линзы. Конечно же, света здесь вы получите больше. Он будет светиться более ярко. Но, как вы видите, светится равномерно, что этот образец, что этот образец. Использованы также 72 линзы. Мощность с запасом 20% 86 ватт. Выдают они 7056 люмен. И стоимость их 2952 рубля. Следующий образец, по левую руку от меня, это двойные линзы. По правую руку от меня 0,5 ватта одинарные линзы. Использовалось их здесь точно так же 72 штуки. Мощность с 20% запасом 83 ватта. Выдают они 11520 люмен. И стоимость 3240 рублей. Последний образец сделан на светодиодной ленте. Он требует больше всего усилий. С линзами все-таки проще работать. И проще получить равномерный засвет. И лента здесь используется трехрежимная. В чем преимущество данной ленты? Вы можете собрать вот такой вот цветовой потолок. И сделать на нем аж три выбора мощности. Какие данные я сейчас вам скажу. При мощности 5 ватт на метр. Потреблять это будет с запасом 86 ватт. Выдавать люмен 11394. При мощности 10 ватт. Потребление будет 172 ватта. Люмен мы получим 23 328. При подключении на максимальную мощность. Потребление составит 224 ватта. Получим аж 30 320. Стоимость ленты на данный образец 5400 рублей. Но благодаря вот этой мультиленте. Вы можете выбрать мощность. Как я и сказал. То есть подобрали нужный блок питания. Подключили нужные дорожки. И можете получить гораздо более яркий засвет. 15 метров я посчитал. Ленты сюда ушло 14,4 метра. Почему взял 15? Потому что кратно метров ленту можно купить. А линзы можно купить кратно одной штучке. Друзья, очень важно еще правильно подавать питание. Я постараюсь в следующей серии закосячить вот эту равномерность. То есть сейчас вы видите, что цветится равномерно. Но я попробую как-нибудь не так подать питание. Сделать разное расстояние. Разное расстояние, к примеру, до самого полотна. Это тоже достаточно сильно влияет. В общем, попробую испортить то, что сделал. И, ну, естественно, прокомментирую, как делать не надо. Я надеюсь, данное видео было вам полезно. Ссылки на производителя и на все эти продукты будут в описании. Переходите, смотрите, покупайте. Потому что, к примеру, за ленту, ну, или за линзы других производителей, ну, я вообще ничего сказать не могу, да. Может, там какие-то чипы другие. Может, там идет другое рассеивание. Вы купили другую ленту. И у вас не получилось равномерного засвета. Опять же, мне подписчики писали, что, к примеру, ленту наклеивали на специальный профиль, который идет для ленты, знаете, такой буквой П. И получился неравномерный засвет. Но там же буквой П профиль. И когда вы наклеиваете ленту, соответственно, профиль немного перекрывает бока. И угол рассеивания ленты уже не тот, потому что они перекрыты профилем. Естественно, получается, что между лентой будет тень. Ленту надо на что-нибудь такое ровное клеить, чтобы ее ничто не перекрывало свет от нее. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся в новых сериях. Всем пока. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова